Хайо, ребята, с вами Фибоначчи и мы продолжаем прохождение Дарк Бестиарий. Так, в тайник надо убрать вот эту, может быть, берем сет. Если 4 комплекта, при нотении урона у вас есть шанс наложить на эффект поиск слабости, который повышает урон. Три вещи. Повышает урон от критических ударов на 20%, повышает мощь на 6. Ух ты, блин. Ну где бы их найти? Мангуст и ветер. Так, такая у меня есть. Значит, продаем. Это все тоже на продажу. Новые рукавички с гибридным сопротивлением. 2 мощь, 5 выносливость. У меня 5 мощь, у меня получше. Тоже продаем. Это продаем. Вероятность уклонения. Так, сюда. Все, чтобы у меня ничего не путалось. Надо бы самоцветы делать, да? Так, давайте продадим. Весь вот этот хлам ненужный. И я хотел посмотреть, что можно сделать у нас с драгоценными камнями. Мне здесь нужны ингибиторы. Ингибиторы, нагибаторы. Таких я могу 3 сделать. Могу 3 сапфира на сопротивление. На лидерство. На лидерство, не знаю, наверное, не надо. Вот на сопротивление можно. Выживание. Так, и здесь нужны ингибиторы. Еще сделаем. Вот, можно сделать безупречный. Вот так. Раз. Так, а что надо для... Добавить гнездо. Вот куда-нибудь вот сюда. Молоточек на молоточек. 5 молоточков могу сделать. Но мне гнезда нет смысла сейчас добавлять. У меня особо хороших нету этих. Камней. На выносливость. Все, камушки сделали так. Теперь... Теперь можно вот сюда в хранитель... В хранитель засунуть мощный наш... Камень. Куда только он делся. Вот он. 16 сопротивления. А, ну вот сюда и можно сделать как раз-таки... Дырку одну. Добавить гнездо. А, нет. Ингредиенты. Молоточек. Молоточек. Добавить гнездо. Во. Вот так. Отлично. Все. 33 защиты, 16 сопротивления. Супер-мега броня крутая. Так, я все поставил. Да, тут все стоит. Еще что у нас там в плане реликвий? Повышать защиту на 10. Повышать регенерацию здоровья на 4. Призывайте сказочного дракончика. Вероятность крита. 1% за каждую клетку. Шипы. Трубку. Трубку тоже лучше оставить. Наносимый урон на 2,5%. Вероятность уклонения. И здоровья. Да пока оставляю все как есть. Сказочный дракончик, он же на следующий этап не будет с нами переходить. Ну и что, пора пойти на сложный этап. Здесь уже будет 2 фиолетовых сундука. Посмотрим, что я смогу здесь сделать. О! Офигеть. Этого надо откидывать. Блин, лучник. Лучник силен. Ну тут однозначно призываем вот этого. Манекен-мишень. Криты делаем. Я не знаю, попробовать. Может оглушить вот так двоих. Чтобы они сейчас по мишени не били. Давайте, да. Отлично. Надо отравление еще делать. О, по 200 урона. А прикольно он смотрится так в этой броне. Куху забыл сделать. Плохо. Сначала убить слабых, правильно? Раз. Два. Блин, у мага много урона. Надо от мага избавиться. Смотрите, как он долбит. Мне еще интересно, как лучник сейчас будет. Да, надо мага убить. Думаю, манекен-мишень так долго не проживет. Но он добежит и еще раз вдарит. Все, теперь, надеюсь, не вдарит. Ну, сейчас манекен, скорее всего, отъедет. Да ладно тебе. Да ладно тебе. Больно же. Твари. Так, что делаем? Крита у меня нет. Надо пробовать как-то их отбрасывать. Этого откинули. Лучник больно стреляет. Либо сейчас призвать вот эту. Но, блин, а что она спасет на один? Этот ее убьет сразу. Ну, не сразу. Ладно, три выстрела она заблокировала. А дальше что делать? Так. Так. Кого привязывать? Лучника или этого? Вот этого, наверное, обедвиживать. Двести двадцать четыре. Офигеть. О, и как? Надо теперь какое-то... Ну, кстати, лечение-то работает. Нормально лечение работает. Сейчас у меня ни манекенов нету, ничего нету. Как вариант, просто отойти. Сейчас, да? Вот сюда. В угол зажаться. И смогу скоро призвать манекен. Да, большая. Она стреляет издали. Есть, кстати, вот шквал готов. Шквал готов. Чего он стоит? Четыре очка действия. А, вот как он стреляет. Ладно, пусть это ближе подходит. Ставим. Вот так. Ку. Криты даже не знаю. Баншу надо привязывать. Как-то. Криты пока не буду. Вот на этот крит, наверное, сделаю. Пусть подходят. Что делать-то? Это подойдет, но не ударит. А это может ударить. Как-то они все неудобно пошли. Жестко. Так. Е. По троих все цепляю. Но это мало. Нет, так не пойдет дело. Это мало. Оглушить могу четверых. Наверное, лучше сейчас будет оглушить. Критом, тем более. Накидать вот сюда. Баншу привязывать. Ну-ка. Ух, как хорошо все вышло. Крен ты стрельнешь, да? Да, не стрельнул. Вот это было хорошо. Так, делаем Ку. Снайперская стойка. Е у нас также по троим. О, это классно. Ну, давайте Е по троим. Офигеть. Хм. Вот это круто. О, отлично, что он сдох. Эй, ну что такое урон-то дикий. Неплохо, неплохо. Нормально. Я вот не знаю, сдохнет она. Банша это не сдохнет. Тычку дадим. Да должна сдохнуть, по идее. Да, по-любому. Все, отлично. Изи, тут прошли. Сейчас фулл хп будет. Во. Фулл хп, идем дальше. Сейчас я сразу смогу манекен призвать. Без потери очков действий. Так, делаем Ку. Отравления нету. Надо еще отравление делать. Ну и все, и на кого-нибудь вот на этого. Побыстрее его убить. Он у нас стрелок. Все, убили. Фига, она призывает по две тысячи. Товарищи этих. Блин, на меня за медло еще попало. Пошел вон отсюда. Как тебя прогнать? Делаем крит. Отлично. Эту собачку надо привязать. Так, теперь что? Теперь паук. Ну да, этим шквалом еще и попасть надо. Этим шквалом еще как-то надо попадать. Так, эти трое на следующий ход умирают. Все, значит только долбим по вот этой куче навоза. Вот и все. Страничка. Перезаряжает навыки. Отлично. Надо бы, наверное, начинать лидерство качать. Мои манекены уже не выдерживают ничего. Они хоть от левела посильнее становятся, но все равно не выдерживают. Ну, видите-ка, я тут жесть. Эти сейчас в куче превратятся. Алтарь времени восстанавливает. Перезаряжает. Яд есть. Так, делаем ку. До этого я не достреливаю. Эх. Ну, просто в него сейчас заряжу все подряд. И привяжу его еще, чтобы он не подходил. Крит, Е. О, теперь хорошо. Отлично. Заодно и кровотечение на всех накидали. Ты должен критануть. Есть. Щупальца. Маги очень больно стрелять начали. Так, что у нас в плане оглушений? Ну, вот так можно, кстати. Ага. Двое невосприимчиво и бесполезно. Да, надо магу убивать. Да и этот больно тоже бьет. Свето-шумовая граната. 8 перезарядка. Что-то я раньше не замечал, что так много... Такая долгая перезарядка. Все, этот умирает. Теперь вот этого. Насчет то есть. Есть. Все, отлично. Отъехал. Отъехал. Что делать с этими лягушками? Ярости нету, да? Не могу стрелять. Одна. Вторая. Вторая. Вот так я сделаю. Пусть манекен вот эти кучки убивает. Сейчас тот восстановится уже, да? Или что это дает? Через два хода появится грязевой монстр. Каждый наложенный эффект увеличивает его здоровье на 33%. Ну да. Будем убивать. Отлично. 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 Все. Кошмар 5 пройден. Следующий будет еще жестче. Два сундука. Здесь что-то предметов... А, ну щит. Но все равно предметов уже меньше. Атрибуты. Ну я не знаю, блин. Мне нравится урон. Да, ну она и выносливость тоже будет. Но это так мало. Урон просто круто бьет. Продать хлам. Для левой руки. Продаем. Магом мне уже явно... Хотя почему я могу магом? Тут же мощь, она все равно работает на все. Я и в мага могу переделываться в любой момент. Булава не нужна. Пояс такой тоже не нужен. Это сейчас изучим, что бы там ни было. Щит. Тоже не нужен. А что-то я не замечаю, чтобы она мне броню давала. Ну, вернее щит. Низрасходная очко действия. Опять мангустый ветер. Такие яйца. Что, что, всего три книги в игре, что ли? Регенерация здоровья на 20. Так, открываем. Костяной шлем. О! Пышон хранителя времени. Снижает получаемый урон, повышает наносимый урон, повышает максимальный запас очков действия на два. Нифига себе. Топовый предмет. Так, вот эти учим. Платные рукавички. Не надо. Три прот... Ну, блин, такая, конечно, такое говно у него. Статы. Я бы поменял бы. Что-то у меня есть, где статы менять. А жерелье, пояс. Два пояса. О, хранитель времени, да? Еще один пришел. Девять защита, двадцать семь сопротивления. Суперзащитный пояс. Вообще, ну, блин, не знаю. Эффективность исцеления, мощь на три. Ожерелье. Ну, нет. Нет. На продажу. Так, на продажу сюда вот. Вот с этим я не знаю, пока можно оставить. Что тут еще? Вот здесь надо бы... Вот это продаем. Здесь надо бы убрать эти рубящие и колющие урон. Сопротивление физически... Хранителя времени. А, погодите, а у меня что было хранителя времени? У меня он в этом лежит, что ли? Пояс хранителя времени чумы. Сопротивление урон от яда. Сопротивление физический урон плюс. Ну, здесь выгодно будет одевать только когда пять предметов будет. Два процента физический урон, это копейки. Оно мне ничем не поможет. Убираем все их сюда. Вот это бы, конечно, если переделать. Сейчас я посмотрю, где-то я мог переделывать. Трансмутация. Вот что это, блин? На. Это фигня, это не надо. Повышать качество предмета до 120%. Повышать качество предмета до мифического. Вот что можно. Сфера вознесения, где бы ее взять? И любой предмет. Сфера вознесения, по-моему, у нас в ремеслении делается. Сфера вознесения. Да, нету таких. Может, она в алхимии делается, кстати. Первое усиление. Не. Навыки бестиарии. Алхимия. Трансмутация. Повка. Извлечь камни. Ремесло. Где-то что-то я видел, чтобы можно было. Кстати, можно в харчевне брать еще вот это. Повышать здоровье. Количество получаемого опыта на 25%. Давайте на следующий бой это возьмем. Основное блюдо. Сюда. Наносимый урон на 2,5%. И здесь снижает получаемый физический. Повышает пробивание брони на 20%. Количество опыта. Вероятность нанесения критического удара. О, вот так. Купить. Это же они на 1 бой только будут. Черный рынок. Посмотрим. Прикосновение смерти. Повышает мощь на 6. Повышает урон от магии тьмы на 5. Повышает здоровье на 350. Аура смерти. Противники в радиусе 5 клеток теряют 2% здоровья каждый ход. Похищение. О, чары. Вампиризм на 2%. Вот это мне нравится. 54 тысячи стоят эти чары. Офигеть. Так, ладно. Что дальше? Дальше мне надо чары сделать тогда на все мои предметы. Вероятность уклонения. Здесь чары есть. Чары есть. Чары есть. 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 Перчаточки. Снижает получаемый урон на 2%. Повышает шипы на 30. Ну, шипы это прям вероятность уклонения. Давай. Повышает регенерацию здоровья. Кстати, полезная вещь. Так вот, некуда ее сейчас впихнуть. И она у меня только одна. Не буду пока использовать. Что, дальше у нас уже идет... Уровень 50. Пробуем. Что делать-то? Что делать-то? Уровень 50. Червь. Блин. Однозначно призываем манекен-мишень. Крит. И глушим вот этих вот товарищей. Так, все. Вот. Выплюнул. Отлично, они его там зажали. Теперь яд. Надо начинать убивать. Хотя бы развесить эти, да? Так, ну эти нормально стоят. Они не дадут пройти. А это плюется, по-моему. Пока не уверен, но мне кажется, вот эта тварь плюется. Тогда мне нельзя, чтобы волк подходил. О, отлично. Волка заблокировал. Этому проход. По мне будет... А, червь по мне бьет. Блин, вот это нехорошо. А, нет, все, он не стреляет тот. Отлично. Значит, все нормально. Да им нормально. Мне надо вот этого червя сейчас. Вот так. Чтобы он умирал потихоньку. Да, чтобы все умирали, на всех надо навесить. Давайте этого. Все, тут он умрет. Крыса подбежала. Блин, офигеть, эта тварь стреляет больно. Бьет больно, вернее. Так, крыса сдохнет. Давайте вот на эту уже швырнем. Яд, пусть тоже умирает. Надо, чтобы волк умер. О, хорошо, я его выкинул. Все, замечательно. Этот опять там обблевался весь. Да, так все, они вдвоем остаются. Раз. Два. Что-то тоже его выкинуть может. А, его нельзя выкинуть. Все понятно. А чего они здесь-то не стали ползти? Ну. Странное решение. Благословение. Супер. Повышает атрибуты. Пока вроде нормально. Хоть я по левелу ее не тяну, но сейчас у меня не будет мишени, да? Манекена-мишени. Будет только вот это. Здесь надо обездвиживать вот этого товарища. Он там хорошо стоит. У меня есть ярость. Которую я по всем попаду. Отравление также есть. Офигеть. Ну, держите. Плохо, что крит не могу сделать. И что, убить сразу вот эту, чтобы она не призывала никого? Если я убью. Не убью. Ладно. Вот это было жестко. Опа. Опа. И шотнул. Я не знал, что он так умеет. Пошел нафиг. Нормально, прошли. Манекен-мишень есть? Но это даже не последний этап, это третий. Ай-яй-яй. Ладно, останусь на месте. Отравление, еще один ход действует. Здесь можно сейчас баншу оглушить. Да хотя, ладно. И так всех поубиваю, мне кажется. А, я кью-то не могу сделать. О-о-о-о. Тогда вот так. И яд. Вот это дальность. Избавимся от этого дерьма сразу. Так, кью. Этот умрет. Крыса. Крысу можно привязать. Этот один раз стукнет, ничего страшного. О-о-о, быть баньшами. Ой, блин, нифига. Ну вот я говорил, что она мерзкая, противная. Ну, Крыса сама сдохнет. Крысу можно не трогать, поэтому разок стрелять надо. И маг. Маг опасен. Выкинем его. Блин. Все, минус мишень. Не умерла. Не умерла баньша. И крыса еще живет как-то. Не, оставлю на следующих вот это. Здесь уже я, в принципе, их сейчас всех поубиваю. Ай, ударил? Да ладно. Ну, ладно, сейчас подкидюсь. Нормально, у меня почти по 700 урона где-то залетает. За действие. За единичку вот эту. Ну, тут вообще только двое. Тут всего двое. Бедолага. Нафиг выкинул. Он, кстати, не привязывается, потому что я ему сейчас хотел пригвоздить его там на краешке. Травление работает. Последний этап оказался самый легкий. Давай, подходи. Еще иди. Не могу пока. Ну, ее, по-моему, и откидывать-то нельзя. Не, можно. Давай дальше. Давай дальше, иди-то. Отравление надо было сделать. Так, привязываем. Есть. Сработало. Все, чтобы ее не выбрасывать больше. Вот и все. Кошмар 6. В принципе, легко. И у нас что? Легендарное жерелье. 5 мощь. 5 выносит. Когда вы используете ультимативные умения, время восстановления остальных ваших умений уменьшается на 3. Ультимативные, как я понял, которые ярость стоит. Сумострел. Но здесь нету тройной атаки. Это, кстати, плохо. Так, завершить. Какой? 38-й ультим? Сразу хлам. 2 мощь, 2 выносит. Пробивание брони. Кстати, неплохое. Повышать здоровье. Ну, вот на это меняем. Больше же нет копья. Ой, кольца. 60 защиты и здоровье. Так. Это тоже. Такой-то можно оставить. Может, мне броня еще понадобит. Салатные перчатки. Не надо. А, это я еще в прошлый раз сложил для продажи. И не продал. Продаем арбалет. Пустой гнездо, когда вы используете ультимативные, да? Повышать вероятность нанесения критического удара. Тут крутые чары. Блин. Но это надо ставить. Это куда лучше. Это продаем. Еще один кинжал. Ну, я не думаю, что я уже переэто, буду в другой билд переделываться. У меня сейчас все как надо. Вот еще. А. Ха. Двручный меч. Легендарный. Наносит много рубящего урона и накладывает электрифицированный клинок суммируется до 11 раз. При достижении максимального количества заряда вы будете оглушены и эффект электрифицированного клинка будет развеян. Наносит 18-37 егенцерона от молнии за каждый наложенный эффект электрифицированный клинок всем противникам в радиусе двух клеток. Нифига себе. Но он такой нормальный, но, блин, есть что-то в нем не то. Повышает реликвии, повышает вампиризм на 1%, но снижает ваше здоровье на 32%, добавит реликвари. Вампиризм это хорошо, в принципе. Так, вот это все не надо. Вот этот топор тоже. Меч я оставлю на всякий. Эффективность исцеления. Вот, кстати. О, сапоги. 10 защита, 10 сопротивления, 3 мощь, 3 выноса, 11-75 уклонения. Скорость передвижения повышается на 3 хода, когда уровень вашего здоровья падает ниже 50%. Вот и не надо мне никакое теперь это ускорение. Теперь есть крутые ботинки. Сразу их меняем. Так, надо туда что-то поставить. О. То потом путаться буду. Это изучаем. Есть шанс повысить урон наносимый... О, еще есть шанс повысить урон. Сработает ли эта чара на ботинке? Призванных существ. Регенерацию здоровья. Не, нельзя. Только на оружие, значит, эти чары. Так, и... А что за шлем? А, это реликвия. После выхода из состояния незаметности наносимый урон повышается на 5% на 1 ход. Она, в принципе, вообще не нужна. Можно было не добавлять. 3 урона от холода, повышает точность. Нет, это все не надо. Я сейчас тогда... В таверну мы уберем легендарку нашу. Пусть лежит. А, все остальное торговцу. Пояс, пояс, пояс. Так, что я могу сделать? Здесь есть гнездо. Здесь в гнезде все нормально. Тут пустое гнездо. Сапоги труса. Свирепость. Мощь можно сделать. Мощь плюс 2 будет. Но это вообще мне ничем не поможет. Либо выносливость во все накидать. А, погодите. Я могу выносливость сделать уже сильную. Так, ремесло. Драгоценные камни. И мне надо... Во. Выносливость 4. Отлично. Куда он делся теперь? Вот он. И в сапоги его. Либо вот в эту. Ну, сапоги мне прям очень понравились. Наверное, в сапоги я их однозначно не поменяю. Они жопу мне будут спасать. Хотя, если я буду использовать стойку стрелка, то ничего они мне не спасут. Никуда я уже не убегу. Тканевый пояс. Еще один рецепт. Ну и все. Можно переходить на следующий этап. Ой. Следующий кошмар. Уже будет уровень 60. Легендарный сундук. Ну что ж, начнем. Вот сюда его ставить. Этот... Эту манекен-мишень. И надо... Надо бы вот этого пригвоздить. Отравление нужно. Хотя, чего его пригвоздить? Он все равно не ударит. Пусть живет пока. А вот этого вот можно. Этот будет бить. Ну, в принципе, они не сильно сильнее становятся. Ну да, урон-то, конечно, дикий. Ты же не меня будешь бить. Так. Крит. Оглушение. Че я могу? Почти всех. Отлично. Найс. Эти оглушены. Теперь мне надо, чтобы... Вот ты умер побыстрее. И вот ты, наверное. Ай-яй-яй. Тут не сработало. Это я не заметил даже. Стойка. Яд работает. Все работает. Собаку убить. И кого еще отравил? Вот тебе. И тебе. Ай, ты че меня бьешь? О, уклонение сработало. Крит. Гаргулю эту будем в самый последний момент убивать. Потому что на нее нифига ничего не работает. Или подождите. Почти пол хп она меня уже потратила. Надо бы ее откинуть. Во. Этот умрет. И этот не умрет, наверное. Все. Минус. Почти минус. Так, все. Этот сдохнет сам. Настреливаем по этой горгуле. Хе-хе. Нормально. Просто выкинул. Неплохо так манекен-мишень продержался. Идем дальше. Пол хп. Восстановление даже не нужно. Я могу от... А, эти лучники. И тут лучник. Ёлки-палки. Мне здесь сейчас ничего не поможет. Мне надо кого-то быстро убить. Делаем кью. Делаем в. Этот сейчас может тотема призывать. Мне вот этого лучника надо убить. Отравление есть. Плохо. На, на него кровотечения не работают. Его я не факт, что сейчас убью. Да я его не убью. А уже поздно. На обратном пути уже нету. Пять отравлений. Ох, сейчас они меня накидают, мне кажется. Хотя, может быть, надо было по лучнику еще раз стрельнуть. Лучника я бы убил. Вот. Тотем и выстрел. Ой, два выстрела. Фига себе. А не убьют ли они меня сейчас? Убили. Жесть. Ну, это ладно. Там была моя ошибка допущена. Там я сам неправильно сыграл. Надо было все-таки с меня тотем. Хотя тотем отлетел бы за один раунд. Неудачно. Рядом со мной два лучника появились. Очень неудачно получилось. Снова пробуем. Кошмар 7. Легендарку. Хочу легендарку. Этот топать будет. Нельзя давать ему топать. Че все так тупо? Его хера глушишь. И хрен откинешь, мне кажется. Отходим сюда. Ставим манекен. Че делать-то? В прошлый раз даже проще было. Мне надо еще на шаг отойти. Если этот будет топать. А, нет. Все. Он меня не цепляет. Отлично. Он меня-то как раз таки не цепляет. Так. Оглушаем всех и вся. Кроме него, естественно, да? Да. Больно. Больно бьет. Это он быстро ее сейчас сломает. Так, выкинули. Этот сдохнет. Привязать он ту тварь. Да нет, еще держится. Держится манекен. Блин, они по шесть стоят. Это очень дорого. Не откинул. Все. Минус манекен. Эти сейчас на меня бросятся. Надо было сейчас еще один манекен ставить. Все. Быстрота сработала. Но у меня, блин, обездвиживание. Что я могу здесь делать? Я могу стрельнуть так. Он, типа, умрет. Стрельнуть так. Этот не умрет. Сейчас я, по-моему, отъеду. О-о-о-о. Все, да. Жесть. Нет, тут пока мне, наверное, сейчас не повезет с расстановкой, да? Бесполезно туда идти. Пробуем еще раз. Банша рядом со мной. Либо действительно менять уже вот снайперскую стойку. Не можете двигаться. Снайперскую стойку на быстрый бег и чтобы я мог еще бегать. Тогда да. Придется менять. Так, ну что тут? Тут манекен сюда. Делаем стойку. Делаем крит. Отравление. Зря крит сделал. Сложно-сложно. Баншу в первую очередь. Это понятно. Так. Ну, вот так. Почти всех оглушить. Во, вот так. Вообще всех. О, и тут на всех сработало. Отлично. Туда накидали. Да и куда-нибудь еще отравлений. А, все, у меня остается только это. Птицу убить. Большую убить. Это самое главное. И сейчас она еще не сдохнет. Тогда надо еще. Вот теперь, возможно, сдохнет. И привязать кого-то. А, не сдохла. Я все на нее потратил. Этот скелет... А, и тут еще и маг. Офигеть. А я не видел, что он маг. Резко пропала музыка. Думаю, это надо убить. И он меня убьет. Сейчас уже манекен отъедет. Да, манекен однозначно уже отъезжает. А теперь я отъезжает. Че это он прям на меня подошел? И этот не сдох. А как он так на меня подошел? А мне че теперь делать? Неверная цель. Он прям на мне стоит. Че он оттуда, интересно, сможет сделать? Ну все, сейчас меня стрелок добил. А, и этот добил. Я же первый раз нормально прошел. Почему теперь не получается? Так, потому что надо менять что-то. Надо менять, и мы будем менять навыки. А именно. Выстрел от бедра. Ставим его за место в стойке. Это у нас стрелок. Отравление. Топовое. Топовый скилл. У всех врагов указаны области дождь и стрел. Прикольно, да? Будет работать с... С отравлением. Мне огнемет-то уже не нужен, мне кажется. Он уже ничего не спасет. Вот, а вот дождь и стрел может. Либо калечащий выстрел. Перезарядка 2. Ставим калечащий выстрел. Это у нас что? Трелок. За место вот этого. Будем замедлять. От дождь и стрел... Не оглушение помогает. Либо не дождь и стрел. Сейчас посмотреть, что тут... Есть вообще... Удар ладонью. Полет дракона. Обнаружить слабое место просто мне и стрелка до 6, да? Если я сейчас поставлю за место инженера вот этого. У меня и криты сейчас повысятся. И лидерство, и свирепость. Все вырастет. Либо... Либо-либо-либо, знаете, у меня есть... Кого-то я там, кого-то голема могу призывать. Моутбуря, это что? Оглушает цель. Нет. Перезарядка 8. Одну цель. Ну зачем это? Вот. Есть каменный голем. А, он ярость стоит. Так это, наверное, лучше будет, чем вот этот стрелок мой. Шаман. Мантра восстановления. Ваш следующий, носящий урон навыков, восстановит вам здоровье. Стоит 2. Монах, кстати, повышает уклонение. Че, а че, за место этого ставить, за место шквала? Ну и тогда у меня стрелок останется 4. Ну и пофиг. И если мантру восстановления ставить за место вот этого, за место инженерского. Нет, вообще, мне нужна... Где монах у нас? Мне нужна медитация. Вот. Никакие големы не нужны. Или нет? Ну да, манекен-мишень, она, в принципе, выживает. Хотя не всегда. Стрелок оставить тогда на 4. Инженер у меня аж 3. Да, надо убирать огнемет. Дождь из стрелы поставлю. Попробуем вот так. Через голема. Получается, у меня опять стрелок 5. Инженер 2. Да и пофиг. Ассасин 2, боец 2 и охотник должен быть 2, да? Нет, охотник 1. И алхимик теперь 1. Ассасин 2. Да и пофиг. Либо будем потом что-то менять на... Лечение. На шамана. Так, пробуем зайти... Такими навыками. Опять не очень удачно. Это сейчас будет Оз призывать. Ставим сюда. Откинуть бы. Да яд нужен. Ну вот, сейчас я смогу этим... Дождь из стрел, да? По всем... Всем повесить ядное кровотечение. Ну не всем, а... А вообще практически никому. Да это лучше их оглушать. Так. Вот троих. Оглушим. Здесь 4 раунда. О, отлично, выкинули. Надо, чтобы еще и вот этот умирал. Так, давайте древо сначала... А, все уже, да? Стойки стрелка теперь нету. Я до сих пор на месте стою. Выстрел от бедра. Сделаем тогда быстроту. Надо отбегать дальше. Три, четыре. Вот сюда. Вот сюда и... И можно вот по троим. О, по четверым. Да, давай. Отлично. И яд и кровотечение, во, классно. На всех повесить. Все, да, убили мой манекен. А второго-то нету. Так, теперь, что? Быстрота есть. Надо замедло какое-то кому-то. Вот этому, например. Надо отходить. Та штука сейчас будет еще призывать этих. О, триста восемнадцать. Жестко. Сейчас быстрота закончится. Да блин, их дарил еще. Так нечестно. Так, крит. Надеюсь, этот сдохнет. Дальность атаки сейчас маленькая. Надо будет тогда делать, чтобы дальность атаки была больше. Там у меня какой-то навык был. Кого-то обездвижить. Блин, меня сейчас вот этот червь издали поубивает. Все, быстрота активировалась автоматом. Надо бы ему это. Наверное, ему надо было замедление. Хотя сейчас нет. Вот так. Если я сюда стрельну. А сколько этот стоит очков? Четыре. Не набрал. Если я не отойду, меня убьет этот сейчас. Здесь отрава. Он меня может и так убьет. И все. И нечем мне стрельнуть. Да он меня и так убьет, походу. Нечем стрелять. Бам. Нет? Нет, не ударит. Раз. Два. Изи. Ботинки хранителя времени. Нет, что-то мне так не нравится вообще. Мне теперь необходимо менять билд. Но я тогда тут подумаю, как мне его поменять. И продолжим уже, ребята, в следующей серии. А если понравилось видео, поддержите лайком и подписывайтесь на канал, чтобы смотреть полностью прохождение. С вами был Фибоначчи и пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok